А мы продолжаем наш телемарафон в прямом эфире. Мы по-прежнему ждем от вас звонков и ваших историй про ваших героических родственников, которые трудились на куйбышевских предприятиях. На экране вы видите телефон сотрудники нашего колл-центра, готовы принять ваши звонки. Итак, пять лет назад в Самаре был открыт мемориал, который призван увековечить трудовой подвиг самарцев. Речь об арке Победы, или, как ее еще называют в Самаре, Триумфальная арка. Вы только что видели фильм, посвященный этому величественному сооружению, которое стоит на аллее трудовой славы. Она расположена на проспекте юных пионеров. И это было, как сказал уже, напомнил Ян, пять лет назад. Открытие тогда приурочили к 70-летию со дня Победы. А у нас в гостях Иван Мельников, заслуженный художник Российской Федерации. Собственно говоря, автор проекта. Иван Иванович, здравствуйте. Здравствуйте, Иван Иванович. Спасибо, что пришли. С праздником вас. Спасибо вас тоже. Иван Иванович, вот как так получилось, что вы взялись за такой масштабный проект? Насколько я понимаю, до этого опыта у вас именно вот таких огромных масштабных проектов, где завязаны не только ваши творческие силы, но творческие силы огромной команды не было этих проектов. Расскажите, собственно, предысторию. Технического опыта не было, но всегда были какие-то опыты в создании идей, которые зарождались. Но идея зарождения вот этого объекта, триумфальной арки, она родилась в 2014 году. Когда мне Дмитрий Игоревич позвонил, он говорит, Иван, что можно сделать к 70-летию Победы? А у меня почему-то первая мысль была такая, что сказал, говорит, давайте триумфальную арку построим. А почему такая вот первая мысль? Не знаю, потому что вот создавая памятник труженикам тыла, несовершеннолетним, это мой проект, вот, было еще пожелание тогда тружеников тыла, несовершеннолетних тружеников, чтобы высвысить это, преувеличить. Потому что в Самаре появился памятник, который увековечил бы именно их подвиг. Именно подвиг тружеников тыла. И эта вот идея как-то носилась, наверное, в мыслях у меня подсознательная. Я ему сказал, мы, он говорит, хорошо, вы сможете через две недели предоставить какие-то эскизы. Уже через две недели? Две недели недолгий срок, надо сказать. Я позвонил моему лучшему приятелю, архитектору Диме Храмову, и мы вместе вот родили вот эту идею с триумфальной аркой. Показали Дмитрию Юрьевичу арку, конечно, она была помпезная, несколько вариантов было этих арк. Была вот чисто традиционно классическая арка, и была арка вот более современная. Там экраны какие-то должны были быть. Экраны, да, там экраны, там и рельефы, там, в общем-то, многозначительная такая арка должна была быть. И если бы она состоялась, было бы тоже неплохо. Ну, в дальнейшем уже в процессе работы, после конкурса, уже был подключен для ускорения работы еще один архитектор, это Антон Демников. И вот мы втроем, в общем-то, была создана эта триумфальная арка, благодаря строителям Самары Метроспецстрой, которым руководит Юрий Иванович Филипп, Сафронов. Устанавливаете ее тоже в рекордно короткие сроки? Да, очень мало времени оставалось. Буквально как во время войны мы обсуждали в рекордно короткие сроки, строились заводы. Контракт мне нужно было в октябре месяце, уже там фундамент залить и все прочее. А когда мы начали компать фундамент, там оказалась труба под очень большим давлением, и долго искали спонсора, который бы взялся перенести эту трубу в другое место. В конце концов, пришлось идти из расчета тех средств, которые выделялось на триумфальную арку, и перенесить эту трубу. Уже в дальнейшем... Но труба перенесена, арке ничто не угрожает. Перенесена, ничего не угрожает, и арка начала быстро строиться. А каким образом место выбрали? Вот, кстати, интересно. Ну, сначала место... Место мы сначала выбирали, вот с Димой выбирали место, вот именно возле Самарца, да, ДК Самарец, там... На Победе. На Победе, да. Арка Победы, логично. Да, очень логично, и там ничего не мешало, никакой коммуникации. Ну, а затем уже было предложено также Дмитрием Игоревичем место и ветеранами войны, кстати, вот эта аллея. Может, это лучше тем, что... Хотя она не очень хорошо воспринимается, там арка, она только видна вот со стороны этой самой Кирова, да, когда проезжаешь. Но в то же время была реставрирована вся Аллея Победы. То есть она... Это очень ценно. Конечно, решение было и правильное. И при этом вот именно на этой аллее она очень красиво освещена лучами заката, там за арку прям заходит солнце, так что она в точно выгодном месте встала. Да, она стала торжественным элементом всей этой аллеи трудовой славы дружников. Но вы как художник довольны воплощением? Потому что ведь часто бывает такое одно в голове, другое на деле, да? И вот расстояние, оно огромное. Вот как в этом случае получилось? Сложно сказать, потому что у меня всегда претензии есть к своим работам. Я не успел ее там сделать, да, или что-то, но поменять уже нельзя. Ну, есть мысли уже вперед, которые можно было сделать. Вынуждена прервать. Мне подсказывают, что у нас есть звонок от телезрителя. Да, мы вас слушаем. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. У нас есть звонок? Да, да, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, с праздником вас. С праздником вас. С Днем Победы. Здравствуйте. Меня зовут Петра Надежда Васильевна. Я из города Сызеринь. Моя мама работала во время войны на заводе в городе Куйбышев. Завод 525-й. НКВ. А что он производил, Надежда Васильевна? А что производил этот завод, Надежда Васильевна? Не помните? Мама не рассказывала? Я, к сожалению, не смогу сейчас сказать. Но я знаю, что она работала токарем в Сызерине. Прошла обучение с января по июль. И уже в июле стала работать токарем на этом заводе. А сколько ей было лет тогда? 16. 16. То есть совсем еще молоденькая девчонка. И как она вообще вспоминала вот эти годы? Тяжело было? С чем они друг друга поддерживали? Как-то, может быть, подбодряли? Ну, конечно, жили в общежитии. Вроде и трудно было. Но это же была младежь все-таки. И они все равно справлялись с трудностями. Дружку поддерживали. Старались. Спасибо вам большое, Надежда Васильевна. Потом она вернулась в Сызеринь. И много лет проработала уже в Сызерине на заводе. Ну, а она когда-нибудь вспоминала о тех годах, как о страшных годах? Или она вообще любила рассказывать, вспоминать то время? Или, так скажем, предпочитала молчать, потому что тяжело было. И вспоминать о тяжелом тоже тяжело. Ну, дело в том, что я... У нее поздний ребенок. 41 год она меня родила. И все-таки уже она была в таком возрасте, а я еще маленькая. Но она, конечно, рассказывала про то, что... Ну, молодежь, трудно было, сложно было. Но выстояли. Ну, всегда... Но память ей была дорога очень. У нее и медаль есть за публичный труд во время Великой Отечественной войны. Надеюсь, конечно, было. А как вы храните память вот вашей мамы? Как вы ее вспоминаете 9 мая, может быть, еще в какие-то дни? Как хранится память вашей семье? Конечно, хранится память. И вот сейчас хотим подготовиться калашу выставить, как вы выставили в Инстаграм, в ВКонтакте, чтобы вот... Чтобы все ваши родные, чтобы все ваши знакомые знали о вашей маме, о вашей героической... А дети у меня тоже хранят память. Ее почитаю, конечно. Ее уже много лет, конечно, с нами нет. Но это все помнится. И мне очень приятно, что вы провели такой марафон. Все это подняли, вот именно про тружеников тыла. Это очень ценно. Спасибо вам большое. С праздником. Да, вас тоже с праздником. Надежда Васильевна, мы хотим вас попросить, пришлите нам, пожалуйста, фотографию вашей мамы. Потому что мы сейчас собираем фотобанк из тружеников тыла. Это будет такая аналогия бессмертного полка. Что-то типа трудового полка. И мы обязательно покажем все эти фотографии в нашем эфире. И в сегодняшнем эфире, и позже. Потому что память об этих людях не должна исчерпываться, конечно же, 9 мая. Поэтому, если у вас есть такая возможность, присылайте нам фотографии. И вы увековечите ее память. И вашу маму узнают и увидят на самом деле все жители Самары и Самарской области. Спасибо вам большое, конечно, пришли вам. Спасибо вам большое, с праздником вас, Надежда Васильевна. Вас тоже, с праздником. Спасибо. До свидания. Вот такая вот чудесная история. Да, прекрасная история. Собственно говоря, ради, наверное, этих людей создавалась эта арка, я правильно понимаю? Ну, конечно, да. И когда я вот еще и в начале, когда я приехал сюда в Самару, я общался с труженьками тыла. Илья Шлимович Сырин был такой председатель. И когда я работал над проектом от труженьков тыла памятника, они говорят, вот мы же все-таки были детьми. Мы любили, мы встречались, у нас больше вот лирика не рисовала, чем какие-то вот эти гротесные и, в общем-то, суровые предметы. И вот такая родилась идея, вот эта девочка с мальчиком, сидящая на шпале. Вот. И точно так же здесь вот Триумфальная арка, это, в общем-то, гимн труженьком тыла и всем, кто занимался трудом во время Великой Отечественной войны. Вот. И это дорогого стоит, потому что я знаю, как вот у меня отец, допустим, он был труженьком тыла, он всю войну проработал в шахте, и в конце концов сложилась его судьба, и он 36 лет стал героем социалистического труда потом. Вот. И это многого стоит, я вот это знаю на себе. А для художника где источник вдохновения? Потому что вот эта ваша арка, это очень традиционное сооружение, и там вот это видно. Где вы берете? Ну, вдохновение как такового, оно может и есть, и нету, но я считаю, что в первую очередь это знание, это опыт. И если ты можешь вдохновляться бесконечно, если нет опыта создания там скульптуры, то это всегда может быть просто какая-то случайная вещь. А у нас еще один звонок, Иван Иванович. Да, давайте послушаем. Давайте пос... К сожалению, говорят, что еще надо подождать, прям буквально чуть-чуть. Есть возможность? Скажите мне, пожалуйста. Пока еще нет. 36 лет, герой социалистического труда, шахтер. Это впечатляет, да. Звонок все-таки появился, да? Мы можем пообщаться с человеком, да? Выводим звонок в студию. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Ой, я в прямом эфире уже. Да, вы в прямом эфире. Здравствуйте, здравствуйте. Я убавила звук, поэтому... Меня зовут Валентина Александровна. С праздником вас, Валентина Александровна. Ой, спасибо большое. Я очень волнуюсь, конечно, но вы знаете... Мы тоже волнуемся. Я уже несколько дней вижу вашу рекламу. Это хорошо. Очень вот сидела, все утро сдала, когда телефон покажут, потому что мне всю жизнь очень хотелось рассказать про своего отца. И вот ваша такая вот миссия, то, что вы про Трубинга с тыла рассказываете, именно меня вот это очень тронуло. И думаю, как раз это, наверное, мой час рассказать про своего отца. Мы вас внимательно слушаем, Валентина Александровна. Дело в том, что в 41-м году мой отец жил в деревне. Новая деревня такая есть в Красноармейском районе. И ему только в апреле вспомнил 14 лет в 41-м году. Вот. Семья у них была состанная, мама у них умерла рано. Ей было 31 год. И поэтому отец женился второй раз. Их от первой мамы было трое сыновей. То есть мой папа, ему было 17 лет, а остальные там как-то через два года, по-моему. То есть следующему 12 и 10, вот так где-то им было лет. И первые дни войны, когда забрали отца на фронт, они мальчишки три. Там была вторая семья, там были еще двое маленьких детей. И они в 32-12-10 лет сбежали в город. Я не помню, он немножко рассказывал, я не помню, каким образом там, кто им помог. В общем, его взяли в ПЗУ, в училище какое-то. И разрешили взять братьев вот этих маленьких. У нас есть маленькая желтая фотография, где они втроем там на кровати. Потом он рассказывал, как работал на заводе. В 12-13 лет, да, он уже работал на заводе? Или уже постарше? 14 лет. Представляете, Иван Иванович, 14 лет на заводе. Я не знаю, сколько месяцев это там они учились. Но он рассказывал всегда про зиму. Что зимой? Да, да, мы вас слушаем. Зимой очень было сложно работать. Не было рукавиц, у них руки привязали к станкам. Рост был небольшой. Им подставляли деревянные такие вот эти самые подставочки, даже мальчишки. Он был небольшого роста у меня отец, он метр семьдесят два, где-то вот так вот был. Вот, и то есть, насколько это было трудно, после войны он стал больным человеком. Жили в бараке, вот я пятый ребенок. Мы жили в бараке, он всю жизнь проработал на прогрессе. Очень похоже на историю моего дедушки, кстати. У него была вторая группа инвалидности. Вторая группа инвалидности, вот, у него проблемы были с легкими. Но он всегда говорил, ну потому что я вот зимой в войну работал вот так вот. Володя и так далее. Вот, умер он в 72-м году, когда мне было 12 лет. И вот он, я его очень любила. Я была младшую дочь на пять девочек. И он ждал сына всегда. Я для него была любимой дочерью, и он для меня был любимым отцом. Валентина Александровна, пришлите нам, пожалуйста, его фотографии. Слышите меня сейчас? Я обязательно прислю, я записывала немножко сегодня вашу передачу. Я в одноклассниках вы уже обязательные фрагменты вашей передачи и фотографии твоего отца. Спасибо вам большое за звонок. Ждем от вас фотографии. С праздником вас. С Днем Великой Победы. С праздником. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое за такую передачу. За тружеников. С тылой, потому что особенно дети, вот их вспомнить, показать, чтобы все видели и знали. Потому что сейчас молодежь просто, мне кажется, этого не представляет. Вот даже наше поколение... Мне был один год, когда нас из барака перевезли. Пусть загадали на Аврора, вот эти пятиэтажки. Вот, я как бы этого тоже не помню, когда переезжали. Я тебя примерно помню лет с четырех. Ну, какая была радость, когда из барака нас привезли вот в эти новые дома. Валентина Александровна, давайте мы с вами как договоримся. Вы готовите фотографию. Мы к вам приезжаем со съемочной группой и записываем с вами интервью и сделаем сюжет про вашу семью. Большой подробный... Да, большой подробный репортаж. Договорились, Валентина Александровна? Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. С праздником. С праздником вас еще раз. Спасибо. Иван Иванович, а вот у меня к вам остался, собственно говоря, такой вопрос. Вот мы все восхищаемся аркой, да, нам она нравится, а те люди, ради кого, собственно говоря, она делалась и создавалась, вот как отклик-то с ветеранами, вы же общались после этого, того, как все, собственно говоря, арка появилась, ее воздвигли, что они говорят? Отозвалось это в сердце? Или стала формальной какой-то историей? Или все-таки нашло это все отклик, и люди... При открытии арки, да, многие ветераны подходили и благодарили меня за труд, за то, что сделали такой вот объект. В дальнейшем как-то, я не знаю, я не общался с ветеранами, вот именно те, которые там живут, но, в общем-то, ну, арка стоит, стоит и живет своей жизнью. Живет своей жизнью, освещается лучами заката, придут новые поколения к этой арке и будут вспоминать историю своих прадедов, дедов и прапрадедов, наверное, уже. Да, да, конечно, она вошла в историю нашего города, ну, это дорого стоит, это дорого стоит. Спасибо вам огромное, Иван Иванович, за этот рассказ, за то, что вы к нам пришли, за то, что нашли время для нашего телемарафона в этот праздничный день. Вы уделили нам это драгоценное время, с праздником, у вас Великой Победы. Продолжение следует...